И я хочу с удовольствием представить первый доклад Бабковой Ирины Николаевны, доктора медицинских наук, профессора кафедры внутренних профессиональных заболеваний и ревматологии Сеченовского университета «Парно-пластическое поражение почек в практике терапевта. Как не упустить время?» Пожалуйста, Ирина Николаевна. Спасибо большое, Наталья Викторовна. Глубоко уважаемые коллеги, мы не случайно выбрали такую тему для общения с терапевтами, потому что на самом деле это нередкая ситуация в практике терапевта, ну и, естественно, нефролога. И я напомню, что парано-пластический синдром, он представляет собой клинические проявления, которые прямо не связаны с массой опухоли, ее ростом или инвазией, или метастазами, но они вызваны продукцией опухолевыми клетками, биологически активных субстанций, в качестве которых могут выступать экспрессируемые опухолью антигены или продуцируемые факторы роста, цитокины и гормоны. Возникает парано-пластический синдром в 2-15% случаев злокачественных опухолей, но даже если это не такое частое явление, все-таки он может быть в числе первых наиболее значимых манифестаций, и самое главное, что он может зачастую определять прогноз пациента. Если вообще вспомнить варианты поражения почек, ассоциированные с опухолями, то здесь есть и вызванные собственно механическим воздействием опухоли поражения почек. Это инфильтрация почечной паранхимы, это может быть обструктивная уропатия, это сдавление и прорастание почечных сосудов, это и поражение обусловленное метаболическими факторами, тот же нефрокальциноз, электролитные нарушения. Это поражение почек, связанное с лечением опухоли, сегодня будет отдельная лекция этому посвящена. И, наконец, парано-пластические нефропатии. Мы видим, что парано-пластические нефропатии – это всего лишь часть вот тех многогранных поражений почек, которые ассоциированы с опухолями. И, тем не менее, это может быть, вот как я сказала, очень важно и определять нечасто, но чрезвычайно важно в отношении прогноза частью парано-пластического синдрома. Появляется парано-пластическая нефропатия, то есть тогда, когда мы можем диагностировать, чаще всего это, конечно, когда уже есть какая-то масса опухоли. Почти половина случаев выявления парано-пластической нефропатии тогда, когда все-таки уже опухоль имеет определенную массу. Ну, в 20%, чуть больше процентов случаев может быть диагностирована, то есть проявляться парано-пластическая нефропатия тогда, когда еще масса опухоли очень мала. И, конечно, это представляет большие трудности для поиска вот той причины, которая лежит в основе развития этой нефропатии. И в 6-15% случаев диагноз нефропатии устанавливается тогда, когда мы уже видим рецидив нефропатии, например, после хирургического или химиотерапевтического лечения. Когда же можно подумать о том, что данное поражение почек ассоциировано с опухоли? Вот такую ассоциацию между нефропатией и злокачественной опухолью можно предполагать прежде всего на основании близкой временной связи между возникновением клинических проявлений нефропатии и опухоли, улучшения или даже полной ремиссии нефропатии после адекватного лечения опухоли, химиотерапии или хирургического лечения, и наоборот, когда мы видим возобновление симптомов нефропатии при рецидиве опухолевого процесса. Ну вот одним из наглядных таких примеров я хотела привести один клинический случай, который был опубликован в форуме, который ведет один из, так скажем, специалистов мирового уровня, который занимается проблемой паранеопластического поражения почек при солидных и гематологических опухолях. И вот в одном из журналов была дискуссия, где очень наглядный пример такой был продемонстрирован. Это был мужчина 49 лет, курильщик с большим стажем, который курил пачку сигарет в сутки, у которого на определенном этапе его жизни вдруг появилась слабость, похудание. Постепенно при обследовании отмечалось снижение цифр гемоглобина, это заставило мужчину обследоваться, и главным итогом лабораторных исследований была большая протеинурия, как вы здесь видите, до 10 грамм в сутки. Был выявлен нефротический синдром, умеренный, вы видите, гипальбуминемия, снижение общего белка, небольшая ретроцитурия. Это были показания к проведению биопсии почки. Пациенту сделана биопсия, выполнена которая, диагностировала мембранозную нефропатию первой стадии, и наличие мембранозной нефропатии само по себе, и все-таки у мужчины уже в возрасте 49 лет, заставило провести тщательный онкопоиск. И при обследовании, при рентгенографии было выявлено образование в легком верхней доле, которое при мультиспиральной компьютерной томографии выявило действительно признаки подозрительные на опухоль, и была проведена бронхоскопия, биопсия легкого, которую выявила бронхогенный рак. К счастью, это не было метастазов. Была проведена операция, удалена часть легкого, проведена адекватная химиотерапия, и спустя несколько месяцев было отмечено снижение уровня протеинурии с 10 до 7 грамм в сутки, уменьшилась выраженность нефротического синдрома. Однако дальнейшей положительной динамики практически не отмечалось, и в течение полугода сохранялся меньшей выраженности, но нефротический синдром. И несмотря на хорошее самочувствие пациента, все-таки это заставило врачей подумать о том, все ли адекватно со стороны легких. И при обследовании был выявлен рецидив рака в медиастинальный лимфатический узел, был проведен еще один из курсов химиотерапии. И посмотрите, в исходе радикального такого лечения через несколько месяцев полностью регрессировал нефротический синдром, отсутствовала протеинурия, нормализовались белковые показатели крови. Это вот как раз один из наглядных примеров, который демонстрирует четкую связь клинической картины нефротического синдрома, эмбронозной нефропатии с признаками опухолей. И вы видите, не удалось обратно получить полностью положительной динамики, пока не была полностью излечена опухоль. Нефротический синдром – это, конечно, наиболее частое проявление паранеопластических нефропатий. В среднем он выявляется у 11-13% всех случаев опухоли. В основе развития нефротического синдрома может быть хронический гламиролонефрит паранеопластический, причем он может быть любой морфологический вариант, но есть все-таки среди них более частые варианты. Вот при солидных опухолях чаще выявляется мебронозная нефропатия. При гематологических опухолях чаще выявляется болезнь минимальных изменений. Но основа нефротического синдрома может быть… Но обусловлен нефротический синдром паранеопластический может быть не только хроническим гламиролонефритом, но и амилоидозом, причем как АА, так и АЛ, амилоидозом. Это может быть и тромбоз почечных вен, обусловленный паранеопластическим процессом. Вот среди солидных опухолей, которые чаще всего встречаются при паранеопластической мембронозной нефропатии, вы здесь видите рак желудка, это один из больших обзоров, опять же, на форуме представленный рак легкого, рак желудка, рак почки. То есть вот те наиболее часто встречаемые, как мы называем, опухоли интерниста, которые заставляют проводить в полном объеме исследования для исключения паранеопластического характера поражения почек. Это и рентгенография легких при необходимости, более точные визуализирующие методы, компьютерная томография, гастро- и колоноскопия, УЗИ брюшной полости, УЗИ обязательно почек, мужчина обследования уролога с определением PCA, женщина проведения маммографии, потому что вы видите, в основе лежит целый ряд вот таких вот опухолей, наиболее часто встречающих в практике. Конечно, вероятность паранеопластической природы мембранозной нефропатии выше среди пациентов, которые не имеют специфические сирологические маркеры, свойственные первичной мембранозной нефропатии. Я надеюсь, сегодня широко известно не только нефрологам, но и терапевтам, что сегодня уже внедряется в практику сирологическая диагностика мембранозной нефропатии, в частности, определение антител к рецептору фосфолипазии А2, в 80% случаев выявление этих антител ассоциировано с развитием первичного варианта мембранозной нефропатии. И, конечно, у пациентов, не имеющих этих антител, вероятность вторичной природы, в том числе паранеопластической природы, нефротического синдрома обусловленного мембранозной нефропатии, гораздо выше. Поэтому сегодня еще появился один инструмент, который позволяет это делать, проводить такую диагностику. В пользу паранеопластического генеза гломеролонефрита, конечно, могут свидетельствовать и дебют у пожилого пациента, потому что вероятность развития паранеопластического мембранозной нефропатии для любого варианта гломеролонефрита, конечно, выше у пожилых людей. Это резистентный к стандартной иммуносупрессии нефротический синдром. Поэтому, конечно, если выявляются другие паранеопластические проявления, это могут быть и стойкая лихорадка, резистентная к антибиотикам, и даже прогрессирующая потеря массы тела, как было продемонстрировано в клиническом примере. Это различные формы суставного синдрома, и разнообразные рецидивирующие поражения кожи, слизистых, миопатия, может быть даже целое системное проявление в виде синдрома Рейно, очаговой склеродермии и так далее. И, конечно, целый ряд лабораторных показателей, которые представлены на правой половине слайда, в виде анемии и азинофилии, и лейкемоидных реакций, что очень свойственно гематологических опухолей. Это может быть и разнообразные изменения в электролитах, гипокалиемии, та же гиперкальциемия, признаки гиперкатаболизма. Ну и, конечно, обнаружение при ряде гематологических опухолей паропротеиномии, о чем мы поговорим чуть-чуть ниже. При клинической картине нефрита у лиц, которых старше 50 лет, когда мы выявляем вот такие упорные анемии или повышение соя, или атипичные какие-то кожные проявления, конечно, в такой ситуации моносупрессивная терапия должна быть начата только после инструментального и лабораторного обследования, которое исключает паранеопластическую природу нефропатии. Помимо агломеролонефрита может выявляться амилоидоз почек при солидных опухолях, а вот такая вот наиболее частая ситуация у 30% больных с почечно-клеточной карциномой. Выявляется АА-амилоидоз, и помимо нефротического синдрома, то есть поражения почек, дебютирующих нефротическим синдромом, он проявляется также вовлечением системным, развитием амилоидоза печени и селезенки. И связь с опухолью подтверждается возникновением, опять же, ремиссий вслед за нефротомией по поводу карциному. И в развитии АА-амилоидоза при карциноме почки придают значение продукции опухолевыми клетками провоспалительных цитокинов, в частности, интерликина-6. Мы знаем, да, АА-амилоидоз в основе лежит синтез, да, какое-либо воспаление. И в данной ситуации сами опухолевые клетки продуцируют этот цитокин. Очень важна диагностика поражения паранеопластического при гематологических опухолях. И вот тут большое значение имеет продукция клоном клеток парапротеина. Мы знаем, что прогрессирование самой опухоли связано тоже с продукцией парапротеина, и с этим мы видим клинические проявления прогрессирования опухоли. Но бывает иногда при количестве парапротеина, который, может быть, еще не набирает критериев полноценного роста опухоли, да, когда еще массы опухолевы нет. Но мы видим вот проявление. Это можно, конечно, тоже считать паранеопластическим, потому что это не, собственно, опухоль в почках обусловливает это поражение, а именно поражение, обусловленное парапротеином. Частота выявления такой гомопатии на самом деле это не редкость. Вот в нашей клинике было проведено такое исследование среди общего числа больных, которые были госпитализированы в разные отделения нашего многопрофильного терапевтического стационара, в течение четырех лет, которых наблюдали, оказалось, что из более тысячи больных моноклональная гомопатия была диагностирована у 174 больных. И посмотрите, если посмотреть на диаграмму распределения, где это было, практически в 65% случаев это выявлялось у нефрологических больных. То есть те пациенты, которым мы проводили поиск вторичности той или иной нефропатии, и в определенном проценте случаев это были пациенты, которые имели парапротеин. Поэтому, конечно, обязательно у пациентов с протеинурией с определенной клинической картиной, тем более если это возрастной пациент с нефротическим синдромом, обязательно в диагностический поиск закладывать исключение парапротеиномии. И для этого использовать все возможные методы, начиная с электрофореза, иммунофиксации, конечно, оптимально, это определение методом фрилайт малых количеств свободных легких цепей. Мы знаем, что механизмы воздействия этого парапротеина на почечные структуры самые разнообразные. Эти легкие цепи, потому что чаще всего, конечно, представлен парапротеин легкими цепями, он может оказывать чисто токсическое влияние на клетки почки. Это может выступать наподобие антитела по отношению к различным молекулам. Он может активировать иммунную систему, в частности, систему комплимента, и мы можем видеть определенные варианты морфологических, которые связаны, где преобладает в механизмах действия активации комплимента. Могут взаимодействовать парапротеин с мезонгиоцитами, тубулярными, другими клетками почек и аккумулироваться в виде тепозитов, причем в самых разнообразных структурах почки, поэтому мы видим самые разнообразные варианты поражения, обусловленные этим парапротеином. И моноклональные моноглобулины могут выступать в виде криоглобулинов, они могут обладать свойствами криоглобулинов, и тогда мы можем видеть криоглобулиномическую, очень типичную картину криоглобулиномического поражения ткани почки. Если вы посмотрите на данный слайд, он, конечно, сложен, но самая главная задача его показать, что патоморфологические варианты парапротеиномического поражения почек и их клиническая манифестация при, так скажем, гематологических опухолях самые разнообразные, это не только гломерулярные патологии, вы видите, это и канальцевая патология, которая обусловлена и депозитами моноклонального и моноглобулина, и поражением канальцев цилиндром, всем хорошо известная цилиндровая нефропатия, вы видите, это могут быть и организованные, и неорганизованные депозиты, а клиническая картина может быть представлена от мочевого синдрома, нефритического синдрома, нефротического синдрома, картины острого почечного повреждения и картины быстро прогрессирующего поражения почек. Поэтому, конечно, в дифференциальный диагностику обязательно закладывать исключение и парапротеиномии. Таким образом, заканчивая свое выступление, мне хотелось бы все-таки акцентировать внимание, как не упустить вот то время на поиск парапротеиномии. Неопластического поражения почек. Конечно, у пациентов среднего и пожилого возраста с признаками поражения почек, будь это мочевой синдром, а тем более, если это нефротический синдром, остронефритический синдром, но даже если это незаметное изменение синдром канальцевых дисфункций, что особенно свойственно взрослым, потому что канальцевые дисфункции чаще – это какая-то наследственная патология, встречающаяся у детей. Если мы у взрослых это видим, это обязательно уже повод для того, чтобы провести паранеопластический поиск. И поэтому, особенно у лиц, если есть факторы риска развития злокачественных образований, обязательно проведение лабораторного и инструментального обследования с целью исключения паранеопластического характера нефропатии. Пациентам с подтвержденным диагнозом мембранозной нефропатии следует определять уровни антител к фосфолипазе в сыворотке крови для дифференциальной диагностики первичных и вторичных форм. И пациентам, особенно, которые не имеют этих антител, ввиду высокого риска, обязательно исключать солидные или гематологические опухоли. И, конечно, если лица старшего и пожилого возраста имеют нефротический синдром, имеют какие-то другие проявления паранеопластические в такой ситуации, иммуносупрессивная терапия может быть начата только после инструментального и лабораторного обследования, которое исключает паранеопластическую природу нефропатии. Благодарю за внимание. Продолжение следует...